Крес Крес был царем Лидии, древнего государства, расположенного на полуострове Малая Азия. Он жил в то же самое время, что и персидский царь Кир. Еще до того, как Кир стал царем, в те годы, когда Мидия и Вавилон победили Ассирию, Лидия заключила с ними союз. Она завоевала небольшие государства, соседствовавшие с ней, и стала одной из самых сильных стран Азии. У Креса было столько золота, что его богатство вошло в поговорку. Еще и сейчас говорят «богат, как Крес». Крес гордился богатством и считал себя самым счастливым человеком в мире. Он часто показывал свои сокровища гостям и путешественникам, проезжавшим через его столицу – город Сарды. Однажды Креса посетил знаменитый греческий мудрец Салон. Салон жил в Греции, в Афинах. Он прославился как государственный деятель и поэт. Слава о мудрости Салона разнеслась далеко за пределы Афин и Греции. Дошла она и до Лидии, и царь Крес приветливо принял у себя мудреца. Он повел его в свои сокровищницы, переполненные золотом, и спросил, знает ли Салон на свете человека счастливее его, Креса. Салон ответил, что знает, и рассказал о нескольких своих согражданах, которые прожили честную жизнь и достойно закончили свой жизненный путь в бою с врагами за родину или в достатке прожили до старости. «А мое счастье ты даже не ставишь вровень со счастьем этих простых людей!» – гневно воскликнул Крес. «Царь», – спокойно сказал ему в ответ Салон, – «на вопрос о твоем счастье можно ответить только тогда, когда станет известно, что ты благополучно окончил свою жизнь». Крес посмеялся над словами мудреца. Когда перс Кир победил медийского царя Астиага и стал царем Персии, Крес хотел идти на него войной, ведь Лидия была союзницей Мидии, и союз этот скреплял брак родной сестры Креса и Астиага. Но сначала Крес решил спросить совета у оракулов-прорицателей. Самым знаменитым оракулом считалась Пифия – жрица храма Аполлона в Дельфах, в Греции. Крес отправил своих послов в Дельфы и еще в несколько храмов. Прибыв к предсказателям, послы дождались дня, назначенного Кресом, и задали всем им вопрос. Что сегодня делает царь Лидии Крес? А Крес в этот день, заперся в одной из комнат своего дворца, взял ягненка и черепаху, разрубил их на части и сварил в медном котле. Никто, кроме Дельфийской Пифии, не смог угадать, что делал Крес. Пифия дала правильный ответ, и Крес поверил, что она может предсказывать будущее. Он отправил в Дельфы подарок, отлитого из чистого золота льва на постаменте из 117 золотых кирпичей, и задал новый вопрос. Победит ли он Кира, если начнет против него войну? Дельфийская Пифия ответила, что если Крес пойдет войной на персов, он сокрушит Великое Царство. После завоевания Мидии Персия стала огромной державой, и Крес решил, что Великое Царство, крушение которому пророчествует Пифия, это Персия, и начал войну. Первая битва лидийских и персидских войск не принесла победы ни той, ни другой стороне. Крес отступил свою столицу Сарды и послал за помощью к египтянам, вавилонянам и союзным греческим городам. Но Кир не дал ему возможности собрать силы. Он повел войска на Сарды, и Кресу пришлось дать еще одну биту. Кир посадил часть своих воинов на верблюдов и направил их против медийских всадников. Верблюды начали кусать лошадей. Лошади повернули вспять, и конница смяла свою же пехоту. Персы наголову разбили войско Креса, а потом осадили и штурмом взяли его столицу. Сам Крес попал в плен. За то, что Крес первым начал войну, Кир приказал сжечь его на костре. Когда Креса возвели на костер, он, убитый горем, вспомнил Солона, и его слова о том, что нельзя считать человека счастливым, пока неизвестно, как окончилась его жизнь. — О, Солон! 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 — в отчаянии закричал Крес. Кир услышал его крик. Ему стало интересно, о чем Крес кричит перед смертью. Он приказал переводчикам расспросить побежденного царя. Крес рассказал ему о Солоне и о его мудрости. Рассказ так понравился Киру, что он, согласно легенде, даровал Кресу жизнь. — Крес, — спросил персидский царь, — кто научил тебя идти против меня войною и стать мне врагом, а не другом? Кир задал этот вопрос потому, что Крес, нападая на него, поднял руку на кровного родственника. Ведь сестра Креса, жена медийского царя Астиага, приходилась Киру, родной бабушкой. В ответ Крес рассказал о Дельфийской Пифии и о том, что это ее предсказание обмануло его. Кир дал Кресу возможность еще раз отправить послов в Дельфы. Крес послал жрицы храма Аполлона свои оковы, в которых его возводили на костер, чтобы Пифия устыдилась своего предсказания. Но Дельфийская Пифия ответила, что ее предсказание верно. Крес начал войну против персов и сокрушил великое царство. Только не Персию, а свое собственное — Лидию. Так рассказал о Кресе греческий историк Геродот. Вместе со словами «богат как Крес» в историю вошли и слова «О салон, салон, салон». Они означают раскаяние в своей недальновидности и пренебрежение советом умного человека. Дельфийская Пифия